Учитесь на чужих ошибках, твердит мой собеседник. Сегодня вместе с гостем студии говорим о нашей с вами безопасности и о работе спасателей. Александр Анатольевич Украинец, начальник Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, полковник внутренней службы. Родился в городе Гомеле, окончил Гомельский государственный университет и высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД Российской Федерации. Трудовой путь начал помощником начальника штаба пожаротушения военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны УВД Гомельского облсполкома. Долгое время работал на разных должностях в структурах УВД и МВД. С 2005 года начальник Гомельского инженерного института МЧС. С 2014 года начальник Гомельского областного управления МЧС. Награжден медалью за безупречную службу 3, 2 и 1 степени. Орденом за службу Родине 3 степени. Депутат Гомельского областного совета депутатов. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Александр Анатольевич, здравствуйте. Рад видеть в студии программы. Добрый день. Я тоже очень рад на таком замечательном канале присутствовать. Сегодня мы еще поговорим обязательно о работе отрасли. Ну а пока о самом актуальном на данный момент. Близятся новогодние праздники. А значит, к сожалению, возрастают риски безопасности жизнедеятельности. Не так ли? Вы знаете, любые праздники, они сопровождаются тем, что люди немножечко отдыхают, немножко расслабляются и порой забывают о тех элементарных правилах поведения, которые нужно соблюдать. А Новый год это особый праздник. Он сопровождается всегда всевозможными фейерверками, какими-то шумовыми эффектами еще. А это пиротехника. К сожалению, вот та пиротехника, которая порой к нам попадает, я говорю, что ее тротиловый эквивалент порой очень велик. И поэтому надо... Надо быть гиперосторожным. Гиперосторожным в любом случае. Даже с тем же элементарным бенгальским огнем, и то надо быть осторожным. А если это действительно фейерверк, который, ну, сравни порой с тем фейерверком, который мы видим в больших городах. Поэтому здесь, во-первых, необходимо очень внимательно относиться к тому, где вы покупаете эти пиротехнические изделия. Потому что покупка с рук, покупка, значит, где-то на рынках, и все это, как говорят, сделано на колени, нет ни сертификата, никакого ничего. И вы можете получить вместо радости, значит, большое горе, что и показали, значит, предыдущие годы, да. Кстати, о чем говорит статистика прошлого года? В этом году пока не зафиксировано ни одного случая, да? А, к сожалению, по прошлом году у нас были случаи, когда получали и ожоги, и травмы глаз получали, и получали, значит, пальцы отрывало. То, что я еще раз говорю, что покупать вот эти пиротехнические изделия, особенно, которые, значит, ну, довольно мощные, надо с большой осторожностью, это раз. И, во-вторых, надо еще, чтобы вам объяснили, рассказали, как им пользоваться. Так вот, проблема больше в непонимании, как пользоваться пиротехникой, или же все-таки проблема в приобретении именно с рук? Ну, здесь два. Сложно разделить. Первый аспект, да, сложно разделить. Ну, я вам хочу сказать, что, в принципе, даже тот же утюг тривиальный, если им пользоваться не по назначению, то он может привести тоже к большим последствиям, да? Вот. Поэтому, во-первых, нужно покупать то, что потребно покупать, что имеет сертификат, есть соответствующие документы разрешения на продажу, где вам плюс к этому еще технически грамотно объяснят, как им пользоваться. А второй аспект, это уже ваша личная осторожность, насколько вы следуете тем или иным, значит, правилам пользования этого пиротехнического изделия. Поэтому вот оно вот 50, что называется, на 50. Но еще раз говорю, что на сегодняшний день, слава богу, у нас не зафиксировано еще ни одного случая. Но я думаю, что, во-первых, большая работа проводится не только работниками МЧС. В плане выявления и устранения вот этих вот не сертифицированных изделий большую работу проводит управление внутренних дел, налоговые органы, да? У нас уже порядка 18 таких случаев изъятия этих пиротехнических изделий. Да и штрафные санкции предусмотрены достаточно серьезные. Да, и штрафные санкции тоже, в общем-то, ну, довольно серьезные. Все дело в том, что здесь штрафы в размере, значит, если это нарушение правил учета, хранение по первичности, это до 10 базовых величин. Повторное – это изъятие и до 20 базовых величин. А на юридическое лицо мы можем накладывать до 200 базовых величин. А с учетом того, что базовая величина сейчас у нас еще увеличилась, то здесь есть о чем задуматься и тем, кто привозит эти пиротехнические изделия и кто их реализует. Вот. Поэтому вот эта работа ведется и ведется большая разъяснительная работа, потому что все-таки надо людям активно вкладывать, что называется, в голову вот эти вот понятия, эти вот аспекты, предупреждать. Ну и людям, наверное, все-таки самим тоже надо быть достаточно аккуратными и не забывать о собственной безопасности и безопасности своих родных и близких. Мне подсказывает, у нас есть видеоматериал в тему разговора. Прямо сейчас в эфире рубрика... Если пиротехнику, я покупаю в магазине, потому что на рынках это опасно, это страшно и может быть некачественно. Скорее всего, на рынке у продавцов, которые продают их незаконно. То есть незаконное дешевле, поэтому покупал бы? Да. Ну, на рынке, не знаю, купил бы в магазине, наверное. Я больше доверяю торговле государственной, где проверяется качество данной техники, безопасность ее, потому что это связано с травматизмом. Тоже, потому что у меня есть ребенок, я за то, чтобы мой ребенок был здоров, чтобы была проверена пиротехника, надежность. В магазине, где есть сертифицированная продукция. А на рынке? Нет, на рынке я не покупала, не доверяю. Я бы ее просто не покупал, на самом деле. Почему? Ну, это опасно. Нет, родители с детства учили, никогда ни петарды не запускали, ни ракеты, ни ферверки, ничего. Наверное, в магазине, но вообще я не любитель такого. От них одни проблемы возникают, и пожары, и потом травмы получаются. Конечно, я лучше покупал бы в магазине, если бы облетал, потому что там есть какой-то сертификат. А так вообще я противник этого всего. В магазине буду, потому что там качество. А рынку не доверяйся? Ну, доверяю, не очень. В магазине, конечно, в которых есть лицензия. Ну, вот и все. А на рынке? Нет, конечно. Ну, чтобы руки оторвало где-то, нет, спасибо. Я не советую покупать. Это опасно. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, начальник Гомельского областного управления МЧС Александр Украинец. Александр Атольевич, ваши короткие комментарии. Меня очень радует то, что подавляющее большинство людей высказались за то, что надо покупать все-таки сертифицированные вещи в соответствующем магазине. Еще больше меня радует то, что люди начинают склоняться к тому, а надо ли это вообще, да? Если это устраивает в рамках праздника города, ну пусть сделают специалисты красиво, эффектно, да? А может быть и не стоит дома устраивать эти фейерверки у себя. Ну и самое главное, что, наверное, уже идет понимание людей к тому, что есть понятие безопасность, а есть понятие, значит, там, сколько это стоит. И люди уже задумываются о том, что безопасность – это очень дорогая вещь, и не надо пытаться… На этом экономить. На этом экономить, да. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле – 77 68 45. Мне подсказывают, у нас есть первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Ну, ребенок поступал, проходил на Пушкино или там где-то возле винзавода, в медкомиссию, и он поступал, ну, в МЧС. Я 26 лет отработал в МЧС. И он, ну, растирался там, ну, не мог ответить психиатру вопросы. Ну, вот такой вот вопрос. Через какое он может премиум повторно пройти в медкомиссию? Спасибо большое. Я вот, насколько понял, что поступал на работу в МЧС. Вот. Я думаю, что здесь надо в этом вопросе детально разобраться. Я попросил бы, чтобы мне перезвонили на мой телефон, вот, сотовый, 6 53 95 76, вот, в удобное для вас время. Завтра мы переговорим подробно по этому вопросу, и мы конкретно там примем решение. Наши администраторы за эфиром запишут тоже непосредственно эту историю. Ну, и я думаю, что поможем разобраться человеку. Что ж, ну, мы продолжаем. Далее предлагаю поговорить о погодных аномалиях, с которыми приходится бороться сотрудникам МЧС. Александр Анатольевич, с какими из них чаще всего сталкиваются наши спасатели? Ну, я хочу сказать, что, конечно, в условиях существующего этого года, который был, мы столкнулись с аномально засушливой погодой практически с осени прошлого года. И этот год у нас отсутствовали дожди. Вот. Упали уровни, вы знаете, в водоемах, в реках. И мы столкнулись с проблемой. Это пожары в лесах. Это Ельский район, Лельческий район, Хойникский район, Полесский государственный радиационный заповедник. Практически на всех этих пожарах я принимал участие и возглавлял тушение. Это очень серьезная проблема. Нам удалось эту проблему решить. Правда, были большие материальные затраты. Нам приходилось привлекать и авиацию, и МЧС. Поэтому это нас подвигает к тому, и уже подвигло, что нужно рассматривать особенно тщательно вопросы, как действовать в таких аномально засушливые периоды. Следующий момент. Сейчас, пока нас погода балует, но мы не должны забывать уроки Хавьера, который был. Когда мы так расслабились, и тут нас сносило это снежное буря. И я хочу сказать, что именно сегодня у нас проходило заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям нашего Омельского облсполкома. Именно там мы сегодня рассматривали вопросы готовности всех наших служб к вопросам, когда, если возникнут снежные заносы, если возникнут какие-то еще аномальные явления. И готовность всех наших служб. И энергетиков, и дорожников, жилищно-коммунальных служб. Соответственно, мы лишний раз убедились в том, что сделаны выводы соответствующие из всего этого. И мы принимаем все меры к тому, чтобы, если возникнет такая ситуация, встретить ее и обезопасить наших граждан, которые вправе от нас не только что ждать, но и требовать, чтобы мы при необходимости их защитили и оберегли от каких-то напастей. Александр Анатольевич, мне подсказывает, есть еще один звонок от наших зрителей. Давайте выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Ваш вопрос. Меня зовут Ирина. Я проживаю в многоквартирном доме и очень часто в подъездах на площадках курят. То есть как бы и дым, и запах, все это. Вопрос такой, может ли МЧС в этом как-то помочь, ну, в виде, там, я не знаю, наказания за курение, либо вот что нам делать? Спасибо. А по какому адресу вы проживаете? Погаренко. Ну, в принципе, мне кажется, это касается во всех подъездах. Зачастую свои зрители, либо молодежь как-то. Спасибо, Ирина, за вопрос. Актуальная проблема для сегодня. Ну, это опять-таки вот вопрос. Мы там в дальнейшем, наверное, касаемся такой темы смотровых комиссий, которые отслеживают безопасность и по жилью, и по всему. И этот вопрос, значит, мы обозначим еще раз не только для самих себя, но в первую очередь для наших коммунальников, для которых ЖЭУ, ЖЭТы наши, да. Все это хороший вопрос, я понял, по Гаренко. Но это, я думаю, не только на Гаренко, это так и везде. Александр Анатольевич, думаю, со мной согласитесь, для традиционной зимы, коей нынешняя не является, актуальны еще как минимум две проблемы. Это пожары от неисправного печного оборудования и рыбаки-экстремалы. Согласны? Ну, есть такой момент. Давайте тогда отвечу. Обо всем по порядку. По порядку, да. Что касается рыбаков-экстремалов. Да, к сожалению, хоть у нас теплая сейчас погода, тем не менее, уже в республике зафиксировано 11 гибелей таких экстремалов, да. Здесь порой трудно понять того человека, который выходит на аномально тонкий лед, ведь это минимальная толщина льда, которая может выдержать человека не меньше 7 сантиметров. А философия у этих людей примерно такая. Чем тоньше лед, тем больше рыбаков. Вот это как мне кажется. Ну, может быть, с одной стороны так, а с другой стороны настолько велико желание, значит, выскочить уже на этот лед и реализовать свое желание, значит, там поймать этого ёршика или кого-нибудь там ловят карасика. Ну, опять-таки, ситуация какая, значит, несопоставимы. Ценность этих вопросов. Получить сомнительное удовольствие, а с другой стороны большой шанс то, что ты уже не вернешься домой. Ну, ты уже погиб, впрочем, может быть, тебе и все равно. Но есть еще останутся родственники, дети. Да, вот это надо осознавать. Вот. Поэтому проводится большая работа с такими вот горе-рыбаками. И не только, значит, со стороны нас, но и со стороны освода, да. Именно поэтому я и задал вопрос, несмотря на то, что льда еще нет, все-таки говорить об этом нужно заранее. Ну, уже 11 джет в республике есть. И это уже, извините, говорить это много-то или мало, очень трудно. В любом случае это грустно. Что касается по печному отоплению, ну, вот на сегодняшний день где-то у нас в области произошло уже порядка 880 пожаров. Ну, к сожалению, 100 случаев это идет от печного отопления. Но хочу сказать следующее. Вот вопросы обеспечения безопасности, значит, жилья граждан, которые используют печное отопление, вот он сейчас стоит на особом контроле нашего губернатора Владимира Андреевича Дворника, да. Он эту задачу, вообще я хочу сказать, что человек, который очень здорово понимает вопросы безопасности, он ставит их на первый план и требует, чтобы все соответствующие субъекты профилактики обеспечивали то, что они должны обеспечить. И вот именно по печному отоплению, это вот как называется, вот его, что называется, фишка, он конек. И он очень грамотно этот акцент расставил. У нас в области 113 тысяч домов с печным отоплением, да. Но огонь это как и благо, так это и страшный враг. И поэтому, если он практически горит у вас в доме, а вы не обеспечили, значит, нормальное состояние вашей печи, то практически выпустили врага в дом, этот дом просто сгорит. Поэтому вот эти вопросы, они сейчас у нас стоят непосредственно на повестке дня и практически. Эти вопросы в том числе и отслеживают смотровые комиссии, которые достаточно активно работают. Смотровые комиссии, значит, органы нашей государственного пожарного обзора и смотровые комиссии в первую очередь, да. И поэтому снижается количество пожаров от печного отопления, это дает свои результаты. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон на прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Ну а мы продолжаем ждать вопросов наших зрителей и продолжаем отвечать на мои вопросы. Все же, если говорить еще о причинах пожаров, курение в постели, особенно в нетрезвом виде. Насколько эта проблема сегодня актуальна для региона? Вы знаете, алгоритм гибели человека, порой вот он очень тревиален. Пришел домой выпивший или дома выпил, закурил сигарету, лег в постель и уже не проснулся. Если брать по количеству погибших, вот у нас на сегодняшний день 88 человек погибло в области. Но хочу сказать, что идет большое хорошее снижение, в прошлом году у нас 126 человек погибло. То 54 погибших закончили жизнь именно вот примерно так. Эти истории чаще касаются неблагополучных семей или же есть и исключения? В основной своей массе это люди, как правило, выпивающие. Зачастую люди, не работающие, ведущие асоциальный образ жизни. Или это престарелые, которые тоже не отличаются особенно добропорядочным поведением. Но, как правило, здесь присутствует тема алкоголя. Но хочу сказать еще одну вещь. Ведь на сегодняшний день те сигареты, которые курят, да, ведь если ты ее прикурил, то она горит уже до конца. Не так, как раньше, когда люди курили беломор. Я ее закурил, отвлекся, и она тут же потухла. Это раз. А второе, то, что сейчас уже в доме, в любом, может быть, даже самом небогатом, там набор вещей, которые, там, пластик, еще что-то, да, и... Все очень быстро возгорает. Не то, что быстро возгорает, а при горении выделяет очень сильные ядовитые вещества, и человек просто может сделать несколько вдохов и уже потерять сознание, и в дальнейшем гибель уже не сможем его спасти. Потому что очень часто бывает, что вроде и пожара как такового-то не было. Вот, и уже потом работники медицинские тоже, к сожалению, не могут его реанимировать. Человек уже получил отравление. Александр Анатольевич, пожары случаются, к сожалению, и в добропорядочных, интеллигентных семьях, где вроде бы все сделано для того, чтобы исключить возможность возгорания. Что посоветуете нашим зрителям, как защитить себя и своих близких? Ну, знаете, есть какое-то хорошее такое понятие «мой дом, моя крепость», да, если понимать его в таком хорошем смысле слова, это одно. А второе, я считаю, что дом должен быть уютным, теплым и, самое главное, безопасным. Ну, а здесь это в многом уже, конечно, зависит и от самого человека, который должен позаботиться. Если это печка, то эта печка должна быть соответствующим образом отремонтирована и сделана. Если это электропроводка, то нужно уже сопоставлять, а в состоянии она выдержит те нагрузки, которые ты на него вешаешь. Потому что, ну, на маленького ослика можно, конечно, загрузить тонну груза, но я так думаю, что он сделает максимум один шаг, и этот груз его раздавит. А у нас на эту проводку порой старенькую, там, алюминиевую, изоляция уже старенькая, а туда таких потребителей навешивают, естественно, получают такой вот эффект. Значит, элементарная вещь – это автономный пожарный извещатель. Да, он не так дорого стоит в зависимости от изготовителя, но средняя цена где-то 150-190 тысяч рублей. Александр Анатольевич, а вот есть ли статистика, какое количество сегодня установлено автономных пожарных извещателей в Гомельской области? Значит, в целом, значит, у нас это пошла работа с 2002 года, за это время где-то установлено порядка 400-500 тысяч этих пожарных извещателей, да. За этот год только порядка 42 тысяч установлено. Причем, по тем категориям граждан, которые соответствующим образом законодательстве прописаны, это там малообеспеченные, престарелые, одинокие, ставятся за счет государства эти извещатели, да. Ну, оптимальный вариант, конечно, это пожарный извещатель в каждой квартире, а лучше всего в каждой комнате. И поверьте мне, что они помогут избежать тех последствий, которые потом даже не хочется говорить. Это может быть и гибель, да и потерять свое имущество одномоментно, это тоже очень страшно. Поэтому я просто призываю людей задуматься о том, это не такая большая цена. Да, вот. Когда мы идем покупать пиротехнические изделия, да еще с рук. Мы здесь не экономим. Ну, так задумываемся, конечно, о выгоде. А вот отдать 150 тысяч, и вот будет исправно работать от одной этой батарейки в течение года, там батарейку надо поменять раз в год. Но ты уже будешь защищен. Во всяком случае, если ты уже будешь в том состоянии, когда ты уже ничего не слышишь, то услышат соседи, да. Потому что он так ревет, что поднимет даже мертвого. Кстати, у нас есть видеоматериал в тему разговора. Сразу после короткого сюжета вернемся в студию и продолжим. Этот дом на одной из улиц Ветки построили в 1963 году. С виду он еще довольно крепкий и, вероятно, простоит долго. Впрочем, был в судьбе этого строения один случай, когда дом вполне мог стать пепелищем. Хозяйка Александра Прокопенко и сегодня точно не знает, отчего начался пожар. Затопила печку, потом услышала запах дыма и решила проветрить помещение. Ну, я думаю, ну, пахнет, открою дверь и пойду я, пусть проветрится. Пошла к соседке. Пошла к соседке. Ну, сколько там было, наверное, минут 10. Прихожу во двор. Пожароизвестатель визжить. Ну, весь двор. Ну, двери-то у меня открыты. Но весь двор пожароизвестатель визжить. Я тогда, значит, это, заскочила в дом, а пол на дыму. Я пожарную быстренько. И к соседке, рука, я ходил, у меня там, наверное, что-то горит. Автономный пожарный извещатель тогда издавал такой сигнал, что не услышать его было невозможно. В результате оперативно принятых мер все закончилось благополучно. Сегодня, кстати, в доме уже газовая плита и печка топится редко. Однако за состоянием извещателя хозяйка тщательно следит. Не дай бог, говорит, еще раз узнать, что такое пожар. К сожалению, такое трепетное отношение к пожарным извещателям пока еще далеко не у всех. То батарейку снимут, чтобы не мешал, то вообще прибор в мусор выбросят. Гомельчанка Тамара Ширяева, одиноко проживающий инвалид второй группы, признаются, что плохо видят и практически не распознают запахов. А поэтому, когда из духовки повалил густой дым, сразу даже не среагировало. Но вы же не слышали запах дыма, вы же говорите? Нет. Не слышали? Не слышали. А если бы не извещатель запищал, то что тогда было бы? А я от него, я ничего не им не попользовалась. Нет, ну подождите, извещатель запищал, и вы поняли, что что-то... Не поняла я. А что тогда? Я повернулась к духовке, дым оттуда был, вот. Я сидела задом к духовке, а потом перевернулась, к духовке села передом. Вот и увидела. А вам рассказывали, что когда отпищит автономный пожарный извещатель? Я знаю, он у меня уже был. Раньше ставили меня на кухне. Я его сняла и выбросила. А чего вы его выдали? А так. Не надо у меня. Почему не надо? Потому что совершенно не надо. Я все понимаю, все знаю, все... Учитывая физическое состояние пенсионерки, новый автономный пожарный извещатель вывели на общий коридор. Соседи, кстати, тогда же первыми и среагировали, вызвав спасателей. Сегодня за 87-летней женщиной постоянно ухаживает социальный работник. По ее словам, расстояние из комнаты до кухни примерно в 5 метров пенсионерка преодолевает почти за полчаса. А поэтому дополнительное внимание не помешает. Умыться она умоется, но уже погреть и покушать, и сварить что-нибудь, конечно. Уже нуждается в помощи. Ну и соцработника, и, естественно, и соседка у нее есть очень хорошая, Дудкина, Ольга Ивановна. Ну, конечно, ее без внимания никто не оставит, ни я, ни она. Количество автономных пожарных извещателей, находящихся в домах и квартирах Гомельской области, точно не знает, наверное, никто. Тем более, что кроме приборов, устанавливаемых спасателями, часть жителей приобретает и монтирует их самостоятельно. Хотя факты обратного рода, когда извещатели демонтируются, из-за недопонимания их значения на Гомельщине отмечаются также. За что, кстати, предусмотрена административная ответственность. В конце концов, речь может идти о жизни и смерти. В текущем году у нас произошло 9 случаев спасения граждан благодаря сработке автономных пожарных извещателей. Из них спасено 18 человек, в том числе 7 детей. Ну вот сейчас думайте, если за 5 лет брать эти цифры, то 63 факта, 118 человек и 64 ребенка. Это показатели в масштабах области. А если это взять за всю республику, то все эти цифры надо умножить на 7. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, начальник Гомельского областного управления МЧС Александр Украинец. Александр Антульевич, ваши короткие комментарии. Вот просто удивила меня информация от пожилой женщины, которая не понимает значения и смыслов пожарных извещателей. Значит, здесь два аспекта. Ну, о том, насколько нужен этот пожарный извещатель. Вот там был выступление и комментарий моего первого заместителя, Мирешкина Сергея Николаевича. Он привел цифры, и здесь уже эти цифры очень ярко говорят о том, что это действительно нужно, что это необходимо. А вот что касается пожилой женщины, вы знаете, что я хотел бы сейчас о том сказать? Вот есть две проблемы. Есть дети, да, и мы прекрасно осознаем и понимаем, что этот ребенок, он только вошел в этот мир, он еще ничего не знает, ничего не умеет, он в этом мире, в зависимости от своего возраста, если очень маленький возраст, но он не умеет ориентироваться. И, к сожалению, по мере того, как человек проходит стадии своего физического развития, он приходит к старости. И надо осознавать, что те же пожилые люди, ну, некоторые сохраняют ясность ума до конца своей жизни. Это здорово, но это, к сожалению, не как правило. А мы должны понимать, что старики, они становятся такими же беззащитными, а может, еще хуже, чем дети. И они нуждаются в том же самом внимании, в том же самом уходе, а может, еще большем, чем дети. Потому что мы порой стариков воспринимаем, что они абсолютно нормальные, адекватные, не отдаваясь в виду о чем, что они уже на закате. И все же, знаете, мне кажется, что если бы героиня нашего сюжета приобрела сама этот извещатель, она бы его никогда не выбросила. Может быть и так, но здесь все-таки больше тема для того, чтобы не забывали дети про своих престарелых родителей. Это раз. Чтобы те одинокие были под постоянным присмотром соцзащиты. Чтобы их не забывали работники здравоохранения. Да, я еще раз говорю, что что старики, что дети, это две наиболее незащищенные категории наших людей. В общем, хороший повод задуматься. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, ваш вопрос. Я вопрос к этому, к начальнику МЧС. Мы вас слушаем. Обязательно ли устанавливать пожарные извещатели в каждом доме? Не понял. Евгений, еще раз ваш вопрос. Обязательно ли устанавливать пожарные извещатели в каждом доме? Мы, в принципе, этой темы касались. Да, мы этой темы касались. И хочу еще раз сказать, что желательно, конечно, чтобы он был в каждом доме. Тем самым вы позаботитесь и сами о себе, и о своих близких. Заставить человека уже так активно, что пришел, чтобы он у тебя здесь стоял, мы не можем. Мы рекомендуем, рассказываем, объясняем, говорим. Та категория, которая рассчитывает по законодательству, что мы с вами бесплатно, мы там их устанавливаем. Но, к сожалению, как на примере этой бабушки, она взяла и выбросила. Вот здесь я с вами согласен, что когда приобретаешь что-то сам, то к этому относишься более бережно, чем что-то тебе пришло, значит, бесплатно. Но, еще раз говорю, личная безопасность, безопасность твоего жилища, безопасность твоих детей, твоих окружающих, стоит гораздо дороже, чем эти 150-190 тысяч. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Сразу после самой короткой рекламы в эфире. Вернемся в студию и продолжим. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, начальник Гомельского областного управления МЧС Александр Украинец. Александр Артольевич, предлагаю поговорить в этом блоке программы о профилактике. Все-таки профилактика, в первую очередь, направлена, наверное, на молодежь. А современная молодежь требует, как мне кажется, современных подходов в этой сфере. Согласны со мной? Профилактика направлена, конечно, на все слои населения. Но молодежь, если мы заботимся о решении каких-то проблем, то надо начинать с самого юного возраста. Вы совершенно правы. Те методы, которые раньше были, посадили в классе, что-то рассказали, да, они, конечно, устаревают. Поэтому вот на сегодняшний день в Гомельской области запущен уже и действует пилотный такой проект. Это был создан Центр безопасности жизнедеятельности на базе нашего лицея, который функционирует при Гомельском инженерном институте. Это не просто набор каких-то комнат с какими-то плакатами, да, ну вот, где стоит лектор и сухо там рассказывает какие-то прописные истины. А там созданы такие ситуационные помещения, где человек не только может услышать теоретические, получить какие-то знания, но он становится непосредственным участником того или иного события, да. Либо это, допустим, пожар в жилой комнате, где происходит полностью имитация, и ему надо научиться, как действовать, как выйти из этого помещения. То есть есть самые разные спецэффекты, большие экраны. Да, да, да. Ну, естественно, все это сделано таким образом, имитация, чтобы не было опасных факторов, да. Но, тем не менее, эта имитация воздействует на человека очень здорово, потому что очень близка к действительности. То же самое, значит, произошло какое-то где-то загорание. А вот каким они тушителем потушить? А вот они стоят, эти они тушители, целый ряд, да. Какой брать, что можно им тушить, что ему делать? А вот ты увидел, что у соседа пожара, надо позвонить по номеру там 101 или 112, а как это сделать, а что сказать? То есть человек непосредственно сам эту ситуацию... То есть ответы, как вести себя в непонятных ситуациях, самым простым и интересным образом. Да, да, да. Значит, с учетом нашей специфики, вот нашей области, ну, знаете, все-таки была наша авария чернобыльская, да, и у нас ряд районов пораженных, значит, у нас там отработываются такие моменты, значит, а вот если в продуктах ты не уверен, да, вот, пожалуйста, соответствующая приборная база, как померить, как посмотреть, а это опасно или это допустимо, то есть реально это все ты делаешь своими руками, а не просто читаешь книжку. Пошли мы дальше, сейчас мы совместно с Академией МВД криминальный такой блок там прорабатываем, значит, кто-то ловится к тебе в квартиру, да, значит, девушка там зашла в лифт, за ней следом вошел какой-то, значит, парень такой, сомнительный вид, а как тут действовать в этой ситуации, а как, значит, действовать, если там на улице кто-то, значит, на тебя там напал. Тоже такие вопросы, тонкий лед, значит, ребенок на песчаном карьере, к сожалению, и такие случаи гибели бывают. То есть все это реально прорабатывается, вот, и реально человек получает эти знания. На сегодняшний день, вот в течение года, вот он уже действует в Центре безопасности, у нас прошли там обучение 8 тысяч детей. Вот, мы совместно с Управлением образования, вот, активную работу здесь проводит и Порошин Сергей Иванович, значит, постараемся, чтобы всех наших детей, вся наша школа пропустить через это. Но более того, скажу, 2,5 тысячи уже прошло и взрослых. И вот в прошлом году, ну, нет, в этом году у нас был международный след на базе лицея, приезжали, значит, коллеги из Соединенных Штатов Америки, но они же продвинутые очень, да? Удалось удивить. Да. И вы знаете, вот они там побыли, походили, почесали голову, сказали, ну, у нас-то, в общем-то, такого нету. Вот сейчас была делегация с ПРООН, буквально вот на днях тоже они там побыли, сказали, да, что-то подобное есть в Корее, есть где-то там в Армении, но то, что мы видели у вас, ну, это вызывает восхищение. Ну, это приятно, это говорит о том, что мы идем правильным путем, вот. И сейчас вот этот опыт, он будет распространяться на всю республику. Александр Анатольевич, не так много остается времени в эфире, хотел бы вот еще о чем поговорить. Гомельщина, думаю, со мной согласитесь, по-настоящему уникальный регион, как минимум в плане подготовки специалистов для структуры подразделения МЧС. Именно здесь расположен и лицей, и инженерный институт МЧС. Как минимум два ключевых учреждения образования по подготовке специалистов, не так ли? Да, дело в том, что с любой проблемой надо, чтобы справлялись профессионалы, да, поэтому подготовка кадров для любой отрасли, для его, значит, направления, она имеет ключевое значение. Как сложилось, что именно в нашем регионе два ключевых учреждения образования профильных? Ну, я хотел бы сказать, что когда создавалось это наше учебное заведение, сейчас оно институт, когда это было среднее паранотехническое училище, то здесь оно рассматривалось именно для подготовки специалистов для регионов пострадавших от катастрофы. Это, в первую очередь, Гомельщина и Могилевщина. Когда мы создавали лицей, то я хотел бы здесь отметить и вспомнить, что это была инициатива на тот момент министра по чрезвычайной ситуации Остапа Валерия Петровича и на тот момент нашего губернатора, эксцентра Александра Серафимовича. Они очень остро поняли необходимость такого учебного заведения. В 2004 году оно было создано. Здесь огромную помощь в его создании оказал Гомельский областной исполнительный комитет. Якобсон, Беляев Александр Арсенович, Натачаев Владимир Егорьевич. А сегодня насколько пользуются популярностью эти учреждения? Значит, на сегодняшний день я хочу сказать, что желающих поступить в лицей гораздо больше, чем лицей может принять. Конкурс большой. Вот, конкурс большой, но он социально направленный лицей. 70% ребят, которые там обучаются, это дети, стальные сироты, дети из малообеспеченных семей, да. Что касается института, то там тоже традиционно большой конкурс. Но хочу добавить, что мы еще открыли на базе Гомельского машиностроительного колледжа подготовку специалистов со средним нашим специальным образованием. Тем самым мы создали вот этот вот целый брукс, средняя специализированная школа, средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения. Они все интегрированы. И плюс к этому мощный гарнизон Гомельский, где они проходят соответствующие практики, стажировки. То есть идет практико-ориентированная подготовка специалистов. В общем, лучшие профессионалы сегодня в Гомельской области, я так понимаю. Ну, я не хочу убедить никого, но, знаете, каждый кулик хвалит свое болото. Александр Анатольевич, буквально минута остается у нас в эфире. Предлагаю вам подвести черту под сегодняшним разговором. Много мы подняли сегодня тем, и все-таки, наверное, самое важное – это безопасность жизнедеятельности. Самое важное – это безопасность. Ну, а пользуясь тем, что осталась одна минута, и то, что идут такие праздники, как Рождество, Новый год, я хочу сказать, что все службы – это для нас наиболее такой тяжелый, скажем, момент, когда праздники. Все отдыхают, а мы в это время обязаны обеспечить безопасность. И мы сделаем все для того, чтобы люди нормально отпраздновали эти праздники. Но я обращаюсь еще к своим загражданам. Пусть этот праздник принесет вам только радость в ваши дома, в ваши семьи, и чтобы минувала вас обеда. Но многое зависит от вас. Многое зависит от вас. Люди, будьте бдительны. Я же напомню, сегодня гостем программы «Диалог» был начальник Гомельского областного управления МЧС Александр Украинец. Александр Антольевич, спасибо за этот интересный и, безусловно, полезный диалог. С наступающим Новым годом и Рождеством. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Только хороших новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова